Чемпионат по спортивному или, как его называют, турнирному покеру в Петербурге не будет. Прокуратура против. Усмотрела признаки азартной игры. Действительно, сумма призового фонда на мировых чемпионатах составляет миллионы долларов. Игроков в покер продают и покупают так же, как футболистов, за астрономические суммы. Но в то же время это игра, которой больны миллионы людей. Что теперь делать? Как быть поклонником покера в Петербурге? Нашего специального корреспондента Елену Болдышеву мы отправили искать ответы на эти вопросы. Сама она в покер играть до этого не умела. Теперь научилась и сняла вот этот репортаж. Лас-Вегас. Чемпионат по спортивному покеру у стола с призовым фондом в 9 миллионов долларов победитель Питер Истгейт. Кстати, второе место и 6 миллионов тогда достались Ивану Демидову. В России за проведение подобных соревнований можно угодить в казенный дом. В 2009 в нашей стране азартные игры запретили. Спортивный покер вообще исключили с всероссийского реестра видов спорта. В Петербурге нет игр. Официально нет. Ведь тех, у кого при виде вот такой вот комбинации замирает сердце, с нетерпением ждут в закрытых заведениях. Нам тоже удалось попасть в подпольный покерный клуб. Неприметная дверь. В нее могут войти только те, кого знают в лицо. Небольшой зал. За столом не проводят турниров. На кону не кубки, а настоящие деньги. Несколько минут игры утяжеляют карман на 20 тысяч рублей. Касса. Меняем фишки на купюры. Вечер удался. О мире игровых клубов Петербурга нам поведал один из постоянных клиентов. Количество клубов в Петербурге? Ну, мне известно, наверное, 6. Какая прибыль у игорного заведения? Скажем, 600 тысяч. Есть такие люди, которые проигрываются в пух и прах, зайдя в игорный покерный клуб? Я не встречал таких. Ходят люди и уважаемые, и знаменитые, и денежные. Наш респондент добавил, что многие теперь с головой уходят в интернет. Виртуальная игра оказалась не менее увлекательной. Сайтов, как этот, сотни. 15 способов оплатить игру. Ни фейс-контроля, ни полиции. Играть можно круглосуточно. Любители спортивного покера говорят, что в отличие от казино и интернета, проиграть последнее, участвуя в турнирах, невозможно. На чемпионатах участники получают одинаковое количество фишек. Если удача не улыбнулась, игрок безвозвратно покидает стол. Победа достается самым умным. Если брать, например, мировую серию СОП, то за всю серию, это ориентировочно около 60 турниров, они разыгрывают около 200 миллионов долларов. Если говорить про налогообложения, то как минимум 13% должен заплатить спортсмен. Без государственной регистрации, без прохождения процедуры регистрации, мы не имеем возможности на сегодняшний момент не организовывать соревнования. Ставки будут? Да, будут ставки. Прошу. Миллион красные. Миллион красные взят. Самая известная в России интеллектуальная телеигра «Что, где, когда». Некоторые члены клуба знатоков не прочь сыграть в брич или спортивный покер. Многие из тех, кто несет свои деньги и свое участие в эти подпольные клубы, они предпочли бы играть легально и не заинтересованы в том, чтобы пытаться на этом заработать денег. Поэтому, собственно, я и радуюсь за то, чтобы в России возродился покер на реальной основе, спортивный покер, потому что считаю это очень интересной, именно интеллектуальной игрой. Поклонники спортивного покера не считают, что их увлечение выходит за рамки закона. В этом году они решили зарегистрировать официальную организацию, чтобы провести первый в Петербурге покерный турнир. Дело дошло до прокуратуры. Надирающий орган решил вопрос однозначно. На данный момент покер видом спорта в Российской Федерации не признан. Соревнования по турнирному покеру, которые планировалось проводить в Санкт-Петербурге, содержат признаки азартной игры. Петербургские игроки в спортивный покер решили пойти в Аббанк. Чтобы добиться проведения чемпионата в Петербурге, они готовы обратиться в суд. Организаторы заявили, что на соревнованиях не будет денежного вознаграждения. По их мнению, это лишит прокуратуру возможности обвинять их в проведении азартных игр. Елена Болдышева. Пульс города.